Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу обсудить тему, почему вянут цветы у наших красавиц, у наших орхидей, у домашних орхидей, у новых купленных орхидей. Есть много разных проблем, но с такой проблемой мы тоже сталкиваемся чаще всего из-за того, что приезжают к нам новые растения и по той или иной причине начинают осыпаться цветы. Мы не всегда можем понять причину, и вот сейчас я вам хочу показать свою домашнюю орхидею Даллигата. Посмотрите, липкий налет блестящий на лепестке. Вот он. Как вы думаете, от чего это может быть? Смотрю, ничего не предвещало беды. Начинает вянуть цветок. Вот, видите, он скукожился, бедненький, и собирается опасть. Далее, смотрела я свою красавицу. И что вы думаете, я увидела? Да-да, он самый вредитель, вредитель и всех вредителей. Мучнистый червец. Скорее всего, я его завезла с какой-то орхидеей. Где-то не заметила. Вот сидит усатый, пушистый гад. Прямо на лепестке. Он оставляет такие характерные следы, как липкие. Вот как на том цветочке. Вот что я вам показывала. Так он размножается, он пускает сок. Со временем появляется белый пушок. И они откладывают личинки. Прямо в цветочек. И цветочки наши вянут моментально. Вот там уже за губой есть закладка маленьких мучнистых червцов. Их нужно снимать. Я их снимаю зубочисткой. Давлю. И приходится обрабатывать всю орхидею. В моем случае опять всю коллекцию надо обрабатывать. Потому что цветов у меня много. Мы сейчас с малышом в больнице лежим. Обработкой заниматься некогда. Муж меня заменил на пару суток. Я приехала домой. И тут на тебе сюрприз. Буду обрабатывать. Но уже после больницы. Сейчас я поснимаю всех этих мучнистых червцов. Поищу пушки. В которых отложены личинки. На этом лепесточке тоже характерный блеск. На нижнем лепесточке. Именно прошелся мучнистый червец. Мучнистый червец всасывается в цветок. Очень любит он места носика. Под носиком. Под губой. Он обожает просто эти места. За цветком. В любой пазухе. Даже вот в этих вот пазухах. В самом цветке. Может сидеть между листьями. Вон там. В корневой. То есть если он уже появился. То травить нужно обязательно. Тем более где-то я не заметила. На домашних орхидеях мучнистого червца. Как правило никогда не бывает. Только с новой орхидеей он может к нам приехать. Если не заметить одну. То в теплых условиях квартиры. Очень быстро выводятся яйца. И ползут эти мучнистые червцы. По всей нашей орхидее. Заражая другие орхидеи. Передвигаются они. Большие особи медленно. Но мелкие. Очень даже шустрые. Гады. Оказываются. Вот. И так мы теряем цветы. Мы долго гадаем. Почему? Что случилось? Оказывается все легко и просто. Нужно пособирать этих вредителей. Обычно что я использую? Октару я использую. Искру я использую. Вот. Протравливаю все растение. Цветоносы желательно конечно срезать. Но если тщательно-тщательно обработать каждый божий цветочек. Каждый вот заглянуть даже в носик цветочка. Они могут и в носике в самом сидеть. Вот. Можно сократить появление мучнистого червца. Поубирать всех особей. Вот. Но в дальнейшем все равно нужна обработка. Потому что не всегда удается уследить и заметить малюсенький беленький комочек, беленькую точечку этих гадов. Вот. Вот здесь у этой орхидеи есть, видите, тоже закладка пушок под губой. Вот он уже наплодил свое потомство. И эти гады поползут дальше по моим цветам. Вот причина опадения бутонов, опадения цветущих цветочков, цветущих цветоносов. Потому что девочки часто спрашивают, что такое может быть. А это все легко и просто. У меня был один дендробиум уценочный. Приехал ко мне. Он был весь в мучнистом червце. Я его обрабатывала несколько раз. Но вполне вероятно, где-то я упустила. Либо одна особь куда-то уже успела смыться от меня. Где-то переползла и потом все-таки нашла самую вкусную орхидею и поселилась на ней. Ну вот, рассказала вам о своей беде. Желаю вашим цветочкам никогда не болеть. Цвести, чтобы не было у вас таких вредителей, как мучнистый червец. Снимайте его зубочистками, обрабатывайте. Вот, чтобы не было огромной популяции. С огромной популяцией справиться гораздо сложнее, нежели с несколькими особами. Всем хорошего настроения. Удачи. С наступающим старым Новым годом вас. С прошедшим Рождеством. Не болейте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. Всех люблю. С вами была Яна. Пока-пока.